Говоря о работе функций emalog и free, необходимо сказать, что реальный смысл есть лишь в обсуждении их абстрактного интерфейса. Дело в том, что детали реализации этих функций существенно зависят от конкретной операционной системы, а точнее от выбранного распределителя памяти, то есть той алгоритмической стратегии, которой следует та или иная система. Одним из самых распространенных и популярных распределителей памяти является распределитель Макьюсека Карлса. Однако он далеко не единственный в репертуаре Unix систем. Что касается абстрактного интерфейса функции emalog, то мы, как пользователи соответствующего системного сервиса, можем рассчитывать на несколько вещей. Первое. emalog вернет указатель на непрерывный фрагмент оперативной памяти. Второе. emalog вернет указатель на фрагмент памяти запрошенного нами объема, если, конечно, найдет такой участок в адресном пространстве процесса. Наконец, emalog выделит ровно столько памяти, сколько мы запросили, плюс еще немного. Дополнительная память будет израсходована в служебных целях. И, говоря строго технически, результат функции emalog является адресом не первого байта участка памяти, который будет распределен. Это будет первый байт участка памяти, которым мы можем пользоваться, как программисты прикладного продукта. Служебный участок, который emalog резервирует в своих целях, предшествует выделяемому нам фрагменту оперативной памяти. Тот факт, что служебный фрагмент предшествует выделяемому для нас, нам еще пригодится. Абстрактное, то есть наблюдаемое извне, поведение функции free необходимо рассматривать в тесной связи с таким поведением emalog. В частности, работа free напрямую зависит от того, какое значение параметра будет передаваться на вход этой функции. Успешное использование механизма emalog free требует, чтобы на вход free подавался ровно тот адрес, который был получен ранее в результате вызова emalog. Секрет заключается в том, что free отсчитывает нужное количество байт в направлении младших адресов и находит начало служебного блока. В том случае, если говоря, к примеру, об освобождении памяти под массивом, мы передадим на вход free адрес не нулевого, а первого, второго или любого итого элемента, free не найдет в соответствующих адресах служебную информацию, однако попытается как таковую интерпретировать значение элементов нашего массива. Очевидно, что в таком случае поведение функции освобождения памяти окажется непредсказуемым. При передаче на вход функции free корректного адреса функция выполняет ряд полезных операций в адресном пространстве процесса, а именно выявляет длину переданного ей блока, помечает этот блок памяти как свободный и пытается объединить его со смежными блоками, тем самым решая в интересах программиста проблему потенциальной фрагментации адресного пространства в период долгой работы процесса. Ранее в нашем курсе мы уже говорили о значимости стандарта POSIX. Пришло время познакомить вас с ним официально. Стандарт POSIX является международным стандартом, определяющим правила реализации интерфейса прикладного программирования для различных операционных систем семейства Unix на языке C. С точки зрения его организации и структуры стандарт POSIX состоит из нескольких томов, наибольший интерес среди которых для нас представляет том системные интерфейсы. Именно в этом томе стандарта определены эталонные сигнатуры всех системных функций, начиная с функций форматного ввода-вывода и распределения памяти, и заканчивая функциями работы с потоками исполнения, потоками ввода-вывода, сигналами или файлами. Переходя к вопросам асинхронного программирования в среде Unix, обратимся к стандарту POSIX в части потоков исполнения. Потоки POSIX, известные также как P-FREDS, являются легковесным вариантом процесса Unix. Как известно, процесс Unix – это один из способов организации асинхронных вычислений. Однако о процессах Unix известно, что они достаточно тяжеловесны, и эффективность применения их в чистом виде долгие годы оставляла желать лучшего. Именно по этой причине в 90-е годы был разработан новый концепт, а именно легковесные вычислительные потоки, которые объединяют в себе все необходимое для организации вычислительного процесса. Соответственно, на сегодняшний день процесс Unix в случае реализации многопоточного приложения можно рассматривать как контейнер, который включает в себя один или несколько потоков исполнения, а также пространство данных, которые являются общими для всех этих потоков. Асинхронное программирование, независимо от того, осуществляется ли разработка на структурном или объектно-ориентированном языке, принципиально отличается от синхронной разработки однопоточных приложений. В самом деле, нам приходится обращать внимание на те вопросы, которые раньше оставались вне поля нашего зрения. В частности, во главу угла ставится обеспечение наибольшей свободы, слабой связанности и функциональной независимости отдельных фрагментов системы, с тем, чтобы они могли выполняться параллельно. Параллельно, в свою очередь, означает истинный или мнимый параллелизм. Истинный параллелизм возможен только при наличии нескольких доступных нашему процессу вычислительных узлов, которые часто называют процессорами, но в данном случае под процессором мы не понимаем центральный процессор EVM, а более общее понятие. Процессором в асинхронном программировании может являться самостоятельный центральный процессор, ядро центрального процессора, либо, например, отдельно стоящий сервер. Соответственно, мнимый параллелизм возможен даже в условиях, когда в нашем распоряжении имеется только один процессор. Такая однопроцессорная система дает возможность чередовать различные задачи или потоки и добиваться иллюзии параллельного выполнения фрагментов кода. Соответственно, обеспечивая большую независимость фрагментов друг от друга, мы можем сильнее нагружать многопроцессорную систему, если количество процессоров не является для нас сдерживающим фактором. Как бы то ни было, решая задачи асинхронного программирования, мы начинаем заботиться о таких вопросах, как диспетчеризация, планирование исполнения кода и, например, реинтерабельность конкретных функций, то есть возможность их исполнения таким образом, что в одной и той же функции одновременно пребывают и исполняют ее несколько различных потоков. Обеспечение реинтерабельности функции является важным вопросом, на котором мы обязательно остановимся чуть позднее. Пока обратим свое внимание на ключевые элементы многопоточного программирования, которые предоставляют нам потоки POSIX. Переходя к подробному рассмотрению реализации потоков POSIX, обратим свое внимание на наиболее принципиальные вещи. Прежде всего, поддержка потоков POSIX в соответствующих библиотеках на языке C предполагает использование определенных абстрактных типов, о действительной программной реализации которых мы должны заботиться не больше, чем о программной реализации типов SIZE-T, TIME-T или PTR-DIF. Имена таких специальных типов, представляющих потоки, мьютексы, условные переменные, представлены на нашем слайде. Работу с соответствующими объектами, будь то создание потока или блокировка мьютекса, выполняет операционная система. Реальное решение этих задач требует кратковременной блокировки прерываний и может выполняться только самой операционной системой. Тем не менее, объекты, соответствующие каждому отдельному потоку, мьютексу, семафору или условной переменной, хранятся в адресном пространстве нашего процесса. Кроме того, вызовы соответствующих функций также реализуются нашим процессом. Поэтому знать о том, какими функциями и в каких целях мы можем пользоваться, нам также жизненно необходимо. Наконец, с точки зрения организации самого потока исполнения, необходимо знать, что любой поток, аналогично более тяжеловесному собрату, процессу Unix, имеет свою начальную функцию. И в этом смысле начальная функция потока POSIX по смыслу очень напоминает главную функцию Main всей программы. Наконец, решая задачи асинхронного программирования, мы должны отказаться от использования переменной RNO, которая является столь популярной в практике обработки ошибок при вызове системных функций Unix. Дело в том, что такая переменная является единственной для всего процесса Unix, и попытка параллельного конкурентного доступа к ней со стороны отдельных, независимых друг от друга потоков может приводить к ситуации гонок и некорректной работе программы. Почувствовать истинный вкус асинхронного программирования нам поможет следующий пример. Обратите внимание, что на слайде 1 мы представим начальную функцию дополнительного потока, а на слайде 2 чуть позднее главную функцию программы, которая теперь по совместительству является начальной функцией основного потока. Итак, начальная функция дополнительного потока, которая в этом простом примере является единственной функцией данного потока, имеет вполне определенный унифицированный заголовок, который определяется правилами потоков POSIX. Единственным параметром такой функции является нетипизированный указатель. Начальная функция любого потока POSIX за исключением основного также возвращает нетипизированный указатель. Внутри этой функции, следуя технике защитного программирования, мы вызываем необязательную операцию от соединения потока. Причем поток применяет ее к самой себе, для чего нами используются две стандартные функции библиотеки PTHREADS. Функция PTHREADSELF, которая возвращает идентификатор текущего потока, и функция PTHREAD DETAGE, которая, собственно, и выполняет операцию от соединения потока. О том, что такое от соединения потока, мы поговорим чуть позднее. А пока обратимся к основной функции, функции MAIN. Функция MAIN, имея привычную для нас сигнатуру, теперь должна рассматриваться в ином смысле. Функция MAIN является функцией, которая становится основной, начальной функцией основного потока процесса UNIX. В любом процессе UNIX есть основной поток, который запускается в момент входа в функцию MAIN и завершается штатным выходом из нее. Завершение основного потока или главной функции MAIN означает завершение всего процесса. Помимо прочего, в адресном пространстве функции MAIN мы видим локальную автоматическую переменную абстрактного типа PTHREAD T, которая хранит идентификатор дополнительного потока. Дополнительный поток создается при помощи системного вызова PTHREAD CREATE. Функция PTHREAD CREATE имеет достаточно сложный набор параметров, среди которых мы однозначно узнаем адрес идентификатора потока, а также имя функции, которая является начальной функцией этого вспомогательного потока. О некоторых особенностях начального или исходного потока в процессе UNIX мы с вами поговорили. Остановимся на ключевых этапах жизненного цикла любого дополнительного, вторичного или вспомогательного потока. После того, как поток формируется вызовом функции PTHREAD CREATE, он находится в состоянии создан. Созданный поток сразу же делается готовым, готовым для исполнения на процессоре. Напомню, что процессором мы сейчас называем абстрактный вычислительный узел, имеющий как процессорные мощности в узком смысле, так и обладающий оперативной памятью и иными необходимыми для исполнения ресурсами, например, файловыми. Готовый для исполнения на процессоре поток будет запущен и перейдет в состояние «Выполняется», как только ему будут предоставлены все необходимые ресурсы. «Сеть», «Диски», «Память», «Процессор». Когда каких-либо ресурсов потоку не достает, поток блокируется. Примером ситуации, в которой поток может быть заблокирован, является запертый мьютекс. Хотя о мьютексах мы поговорим с вами немного позднее, уже сейчас можно сказать, что это один из механизмов обеспечения синхронизации выполнения нескольких потоков в процессе. Недоступный файл, запертый мьютекс и иные, находящиеся в дефиците или отсутствующие ресурсы, могут мешать потоку выполняться даже в том случае, если процессорные ресурсы для его исполнения имеются. В том случае, если поток выполняется чересчур долго, он может быть вытеснен и принудительно переведен в состояние «Готов» с тем, чтобы снова получить управление через определенное количество квантов времени. Между состояниями «Готов», «Заблокирован» и «Выполняется» поток может перемещаться произвольное количество раз до тех пор, пока не будет выполнен до конца, иными словами, пока не будет произведен выход из его начальной функции. Еще одной причиной завершения процесса является его отмена. После завершения выполнения начальной функции потока, как и после отмены потока, он переходит в состояние «Завершен». «Завершен» состояние «Завершен» является финальным состоянием любого потока, из которого он уже не может выйти. Диаграмма состояний потока в процессе Unix представлена нами на текущем слайде. Обратите внимание на примечание, которым сопровождается данный слайд. При вызове функции pThreadCreate поток создается и сразу переводится в состояние «Готов». Если все необходимые для его работы ресурсы имеются в необходимом объеме, поток начинает выполняться. Модель потоков POSIX не дает никаких гарантий относительно того, что случится раньше. Завершение вызова функции pThreadCreate в создающем потоке или начало работы созданного потока. Более того, созданный поток, в случае если он выполняет совсем короткую начальную функцию, может завершиться раньше, чем мы пронаблюдаем возврат из функции pThreadCreate и передачу управления следующему оператору создающего вызывающего потока. Рассмотрим основные особенности запуска, выполнения, блокировки и уничтожения потоков. Начнем с запуска. С точки зрения запуска исходного и дополнительных потоков, различия кроются в наборе параметров, которые становятся известны потоку в момент его запуска, и в ситуациях запуска. Говоря о ситуациях запуска, следует подчеркнуть, что исходный поток программы как таковой мы в явном виде не запускаем. Запуск исходного потока осуществляется средой исполнения загрузчиком и для нас выражается в передаче управления первому оператору главной функции программы, функции main. В свою очередь вторичные или дополнительные потоки мы запускаем в явном виде, создавая их посредством системного вызова pThreadCreate и передачи единственного параметра начальной функции потока в виде нетипизированного указателя. состав параметров как и состав результатов вызова начальных функций исходного и дополнительных потоков в случае модели потоков POSIX разной. Разные последствия имеют и завершение начальной функции потока. Завершение начальной функции дополнительного потока приводит к завершению только этого потока, при том, что сам процесс Unix продолжает свою работу. Штатное окончание работы начальной функции main означает завершение не только исходного потока, но и всего процесса Unix. Процесс полностью закрывается. Для того, чтобы заставить процесс работать после окончания работы главной функции main, что, вообще говоря, невозможно в случае однопоточного приложения, мы можем вместо оператора return для завершения главной функции использовать специальный системный вызов PthreadExit. Будучи успешно создан и готов к исполнению на процессоре в широком смысле, то есть на вычислительном узле со всеми необходимыми ему ресурсами, поток может выполняться до тех пор, пока не будет завершен. Но, как вы прекрасно понимаете, такая ситуация складывается очень редко, поскольку процесс либо сталкивается с дефицитом ресурсов, либо время, которое ему требуется для полного исполнения, слишком велико с точки зрения операционной системы. В связи с этим, выполняющийся поток может быть переведен в одно из двух нефинальных состояний. Если его исполнение прерывается по таймеру, и поток, имея все необходимые ему ресурсы, лишается только процессорного ресурса, то он становится вытесненным. С другой стороны, если поток не снимается с выполнения по расписанию, но испытывает дефицит необходимых ему ресурсов, то он естественным образом блокируется. В итоге, большую часть времени своего существования поток переходит между состояниями готов, заблокирован и выполняется. Однако, рано или поздно, работа любого потока подходит к концу. Стандартными схемами завершения потока POSIX является выход из начальной функции, либо вызов одного из двух системных сервисов. PTHREAD EXIT, которая осуществляется самим завершающимся потоком, либо вызов PTHREAD CANCEL, который выполняется сторонним потоком, завершающим рассматриваемый. Дальнейшее развитие событий определяется тем, был ли закрывающийся поток отсоединен. Поток мог быть отсоединен путем вызова соответствующего системного сервиса во время его работы, либо мог быть создан заранее отсоединенным. Если поток отсоединен на момент своего завершения, то все захваченные им ресурсы освобождаются, а сам поток в контексте процесса попросту испаряется. Никаких следов его существования де-факто не остается. Если же поток завершается не будучи заранее отсоединенным, то он остается в памяти процесса в состоянии завершен, почти со всеми своими ресурсами. Единственная причина, по которой поток следует завершать без его предварительного отсоединения, это перспектива дальнейшего объединения потока с другими потоками в некоторой точке синхронизации. Другими словами, если вы планируете синхронизацию двух потоков в своей программе, то вам не следует отсоединять поток при его выполнении. Если же никакой синхронизации не планируется, а для вас важен только возвращаемый начальной функцией потока результат, то такой поток следует либо создавать отсоединенным, либо отсоединять в ходе его работы. Заметим, что потоки умеют отсоединять себя сами, что в некотором смысле упрощает нашу задачу. Если же поток не предполагается к синхронизации с другим потоком и не отсоединяется до завершения, то он может превратиться в поток зомби. Наконец, уничтожение потока POSIX выполняется автоматически. Автоматически уничтожаются те потоки, которые либо были отсоединили себя во время своей работы, либо были созданы отсоединенными. Также автоматическому уничтожению подлежат потоки, которые были переведены в состояние завершен и пережили последующее отсоединение либо объединение с другим потоком. Обратите внимание, что никакого специального системного вызова для уничтожения потоков в библиотеке P-Threads нет. С одной стороны, это является некоторым удобством этой модели, а с другой требует от нас проявлять определенную дисциплину при программировании. Уничтожение потока является тем самым моментом, когда все его ресурсы отдаются процессу и тем самым возвращаются в систему, для того, чтобы ими можно было воспользоваться вновь. Продолжение следует...